Здравствуйте! Для приготовления теста берем 400 граммов кефира комнатной температуры, добавим чайную ложку соли и разбиваем одно яйцо. Смешиваем вместе с кефиром, разбивая белок. Подсыпаем примерно 120 граммов муки, 20 граммов манной крупы и сверху высыпаем 8 граммов соды. Перемешиваем, чтобы манка, сода и мука распределилась равномерно. Добавляем еще муку, замешиваем тесто. Всего по рецепту, у меня отмерено 550 грамм. Когда она становится плотнее, продолжим месить на рабочей поверхности. В самом конце вмешиваем 50 миллилитров растительного масла частями, вмешиваем его с остатками муки. Помоем руки от теста и быстро, на чистом столе, вымесим тесто с остатками масла. Кладем тесто в миску, накрываем, оставляем на 30 минут при комнатной температуре. Кликовина должна набухнуть и сода среагировать с тестом. Для начинки буду использовать жирный и более постный кусок мяса. Мясо слегка подморожено, так оно будет резаться лучше и удобнее будет его перемалывать через мясорубку. А вот лук не пропускаем через мясорубку, а нарезаем мелкими кубиками, понадобится 300 грамм. Складываем лук в миску, солим, перчим и толчем до выделения сока. К луку добавляем фарш, перемешивая все руками тщательно. По вкусу еще досолим, поперчим, вмешаем в процессе ледяную воду, чтобы получить максимально сочную начинку. Ну а тесто уже простояло 30 минут. Руки смазываем маслом, достаем тесто также на смазанную маслом поверхность и отминаем. Далее отщипываю кусочки величиной с грецкий орех. Кстати, я сразу делю часть теста, а часть пока лежит, отдыхает. Из этих кусочков лепим маленькие пирожки, не используя скалку. При необходимости просто слегка смазывайте руки и поверхность растительным маслом. Вот такие маленькие пирожки, можно сказать мини-беляши на кефире, получаются в итоге очень миниатюрные. Складываем их на промасленную поверхность, и здесь внимание очень важно, при самой разделке теста не используйте много масла. Если тесто будет в масле, то оно будет плохо скрепляться, именно на швах, и все эти швы у вас просто разойдутся перед жаркой. Разогреваем достаточно большое количество масла, опускаем мини-беляши именно этим швом в разогретое масло. Все тесто должно плавать, не касаясь дна. Переворачиваем пирожки и дожариваем до румяного цвета. Жарятся такие мини-беляши очень быстро, так как тесто достаточно тонкое, ну и размер у них небольшой. Вот такая красота получается! Пока дожаривала последнюю порцию, первую мы уже съели. Очень вкусно и невозможно удержаться, как семечки. Тесто не резиновое, мелкопузырчатое, а внутри сочная начинка. Вкусно и правда, даже в холодном виде. Готовьте с удовольствием, ставьте нравится, делитесь видео с друзьями. Жду ваши комментарии, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok